всем большой привет с вами лунный драконик и сегодня я вам покажу шепота смерти по кпд 2 на моем канале уже было два обзора шепотов это был шепот по кпд по 3 части по серии одинарные драконы из серии скрытый мир и также был обзор шепота по второй части кпд белого цвета которого я заказывал с ебой и у меня уже такая семейка шепотов смерти и хотела я тебе взять черного чтобы он был как бы ну белая девочка и черный это мальчик и чтобы были они пока пд 2 и вместе с королевой гниедов и я купила этого шепота то есть вдвоем их потому что продавца был и он и королева поэтому решила сразу взять обоих но сначала я решила снять обзор на королеву потом уже на шепота кстати этот выпуск я хотел сделать еще несколько дней назад но так вышел что он вышел сегодня ну да ладно это не суть важно давайте я вам покажу саму фигурку кстати он достаточно большой но особенно если ему хвост расправить и что хочу отметить он такой же как и белый то есть полностью другой же только отличается цветом и также он полностью резиновый то есть все его элементы сделаны из резины крону вот это вот колесико и с мой пасти так он весь резиновый и все его зубы шипы они тоже сделаны из резины кстати очень мягкой вот что все гнется кстати хвосте у него есть проволока которая позволяет ему вот так подгнуться в разные стороны мне хвост больше всего нравится именно в этом положении потому что в таком положении он и он продается изначально зубки у него такие более желтые и также внутри в пасти они тоже желтые глаза у него белые а животик вот такого желтенький и кстати эта фигурка у нас две тысячи тринадцатого года в общем то такого же такого же года как и белый шепот но в общем то логично потому что их выпустили в одно и то же время я даже не знаю кто мне больше нравится белый или черный но наверное по цвету все же белый или черный не знаю но мне больше нравится белый также у него очень классная детализация потому что его чешуйки и шипы сделаны вот так вот объемно это выглядит очень и очень классно также на хвосте у него имеются такие дырочки я сейчас не знаю для чего они нужны но как и понимаю чтобы его хвост вот так вот гнулся наверное или как-то это помогает чтобы хвост гнулся естественно я точно не знаю но у всех драконов у которых вот так вот гнется хвосты гнутся хвосты есть такие вот штуки я не знаю для чего они нужны но наверное не точно для чего-то нужны вот и кстати боковые шипы на хвосте они тоже такие резиновые и мягкие мне очень нравится именно только сделаны его крылья потому что они очень детально сделаны и давайте перейдем к самому главному а именно к его функции она кстати достаточно простая в отличие от многих других но она необычна если мы будем крутить его колесико на голове у него в поиске будут двигаться зубы и даже есть такое ощущение будто бы они в разные стороны ходят а на самом деле это не так они все в одну сторону крутятся также зубы можно крутить и рукой то есть вот видите они точно также крутится и также вот если это делать рукой колесико тоже крутится вот так вот все происходит мне кажется что лучше все же вот этим вот колесиком можно сказать что это не особо многофункциональный дракон из-за того что у него как бы только одна функция на и сама не особо подвижный если иметь ввиду чтобы именно сами элементы на нем были подвижны только хвост который вернется вот так вот кстати этого шепота можно поставить в необычную позу и мне на тоже очень сейчас вам покажу когда он находится вот в таком вот положении будто бы он нападает не знаю но мне так кажется в общем-то как у него есть прикольная поза не знаю как вам но мне кажется что она очень прикольная ну и на этом все не забывай поставить лайк под это видео подписаться на канал только здесь очень много интересного и будет еще куча всего интересного распаковки обзоры много видосиков клипы и т.д. в общем всем всем пока пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь ставьте колокольчик всем пока